Я хочу смеяться и любить, хочу любимой быть. Это вот женская мечта, то есть это её природа так работает. Но все ли женщины это понимают? Проблема заключается в том, что современное образование заставляет женщину не хотеть смеяться и любить, и любимой быть, а хотеть много денег зарабатывать, целыми днями упахиваться в банке, там ещё где-то писать диссертацию, сдавать, и забыть про свою личную жизнь, а потом думать, почему у меня гормональные функции страдают, почему на меня никто не смотрит, почему до сих пор семьи нет, почему нет детей. Потому что ты функционируешь не по-женски, твоя психика направляется в другую сторону в результате такой жизни, которую тебя научили те, кто не знает, как правильно жить женщине. Итак, есть мужской психический канал, называется Пингаланади. Этот психический канал в три раза сильнее работает у мужчины, и этот психический канал не с личными отношениями связан, как у женщины. Личные отношения означают близкие отношения. Кто из вас видел, чтобы с женщиной строили далёкие отношения? Допустим, мужчина, иди сделай то-то, то-то, то-то. Это какие отношения? Деловые. Женщине не нравится страшно. Если кто-то ей так сказал, она и пошла. Но если, допустим, кто-то поближе ей начинает говорить, пожалуйста, сделайте вот это вот то-то, то-то, пожалуйста. Ближе уже отношения. Она, хорошо. Ей нравится, потому что ей деловые отношения не нравятся. Это мужские отношения. Или наоборот, к мужчине подойти, так его обнять, сказать. Старший подходит и говорит, сделай, пожалуйста, то-то, то-то. Мужчине. Он такой думает, что-то он от меня хочет. Ну, сразу будет неприятно. Он сказал бы просто, сделай то-то, 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 сделай то-то, то-то. В общем, он тогда не понимает, что от него хотят. Так воспринимается, как китрость какая-то. Этот психический канал, связанный с мужской природой, он человеку дает стремление к знанию, мужество, храбрость, решительность, устойчивость, сильную работоспособность, способность долго трудиться без устали. Он мужчине дает целеустремленность, устойчивость, деятельность в одном направлении, никуда не отклоняясь. Дает мужчине рассудительность, способность отличать одно от другого, способность разбираться в вопросе, углублять свои познания. Дает мужчине твердый характер. Допустим, женщина, она видит, что муж, он такой спокойный, ему все по барабану, тут уже предвоенная обстановка, он все нормально будет. Ну, то есть, мужчина таким образом имеет более устойчивую психику, женщина часто паникует, беспокоится обо всем, что происходит. А мужчина, он все будет нормально, и кто-то беспокоит. У него более устойчивая, такая психика неранимая, крепкая. И это дает женщине тоже успокоение, ей легче становится. Итак, мужской разум – это пытливый разум. Он настроен на то, чтобы самому все понять. Женский разум, он настроен на то, чтобы овладеть знанием, его получить и использовать. А мужчина не хочет овладеть знанием, он хочет понять сам. И больше того, мужчина всегда, он с любым знанием относится с конкуренцией. То есть, он всегда слушает с целью понять, может быть, этот человек гонит, или он правду говорит, надо разобраться в этом вопросе. То есть, мужчина не доверяет всему просто так, ему нужен опыт, чтобы понять что-то. Женщина, она сердцем слушает, если слышит, это ее информация, значит, она ее принимает. Таким образом, даже лекцию слушают мужчины и женщины по-разному. Мужчина слушает вот примерно так, как вот мужчина сидит. Вот так вот. Что он хочет вообще? Вот так примерно, да. Это по-мужски, правильно. Вот. А женщина вот так слушает. Вот так они впитывают все. И поэтому мужчина, он все смотрит и перед фактами, так он сказал, то, сё, пятое, десятое, изучает. Вот. Женщина, она просто пытается почувствовать то, что ей надо в жизни. Она пытается схватить то, что ей надо. Это знание понять, которое ей надо. Поэтому, если женщину спросить, как лекция вообще, о чём говорилось, она говорит, я не знаю, о чём говорилось, но то, что мне надо, я получила. Лекция хорошая. А мужчина говорит, ну да, вот там лекция о том-то, о том-то, он говорил то-то, то-то. Хорошая или нет лекция? Посмотрим. Видите, по-разному психика работает у мужчин и женщин. Таким образом, надо это изучать для того, чтобы построить правильное отношение, потому что, если мы не изучаем, тогда результат всегда печальный. Результат такой, что человек не знает, что делать для того, чтобы близкий человек был счастливым. Это большая проблема. Допустим, так как у женщин больше психика направлена на отношения, женщины от природы понимают, что такое отношение между людьми, потому что это их стезя, понимаете, отношение между людьми, особенно близкие отношения, это то, для чего женщина живет, потому что мужчина живет для побед, он часто не разбирается в отношениях. Поэтому женщина также должна учить своему мужу отношениям, но как она должна это делать? Правильно, чтобы он не беспокоился, чувствовал себя комфортно женщиной. Поэтому женщины, они больше донесли этому миру, что им надо в жизни. Можно об этом... Мужчины тоже доносят, пытаются заносить, мы эту песенку тоже мужскую послушаем, но она такая немножко, знаете, мужская, то есть не оформленная до конца. Но женщина конкретно знает, что ей надо. Давайте послушаем. ПЕСНЯ Видите, все понятно. То есть женщина, она четко знает, что ей надо. Чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил, тещу мамой называл, футболу равнодушен, в компании не скушен, и к тому же, чтобы он и красив был, и умен. А? Видите, пропустил зарплату. Я специально пропустил, потому что я знаю точно, что женщины точно знают, они выучили все 9 пунктов, а я назвал всего 8. Зарплата сразу тут же. Видите, они все знают, что им надо. Потому что есть два типа зарплаты. Есть женская зарплата. Когда женщина работает, она приносит денежку тоже. Эта зарплата для женщины, она имеет такую кислую, несчастную природу. Потому что зарплата для женщины означает, что она не работает. Подтверждение, видите, как тут слетело. Зарплата означает для женщины, что она получает просто что-то, как от близкого человека. И она сразу же начинает пользоваться этими деньгами. и забывает вообще, что он когда-то ее приносил. Та же, она все использовала и опять ей еще надо. Причем интересно, что мужчина тоже не привязывается к тому, сколько он денег отдал, он это забывает. Мужчина по природе щедрый. И он легко может отдать деньги женщине без всяких проблем. Хотя тяжело трудиться, зарабатывать. Теперь другой вариант. Женские деньги для мужчины это страшный яд, разрушающий его жизнь. Потому что женщина, она все помнит, сколько ты денег у меня взял. Причем помнит долго. Не то, что там три дня. Она тебе через год скажет. Она все это запоминает. Поэтому женские деньги, они имеют для мужчины тяжелую, непереваримую природу. То есть взять у женщины деньги для мужчины означает легче застрелиться, чем эти деньги брать. Правильно женщина или нет? Они вспомнят обязательно женщины. А мужские деньги нелегкие. Что тебе подарить, человек мой дорогой, как судьбу благодарить, что свела меня с тобой. Ну то есть мужчины щедрые по природе, а женщины заботливые. Вот женщине позаботиться о человеке без проблем. не сложно. А мужчине не сложно что-то подарить. Но заботиться мужчине тяжело. А женщине тяжело отдать свои деньги. Понимаете? То есть каждый построен таким образом, что происходит гармония в результате, состыковка. Но понимаете, мужчине все просто. Просто одно, как бы хотя бы одно сделает. А женщине даже этот сделать трудно. Потому что есть разное приложение сил. И это объясняет, что мужчина эксплуатирует этот мир. Он хочет его поменять. А женщина чего хочет поменять? Только мужчину. Ей на этот мир наплевать. Поэтому когда мужчина видит, что жена на него набросилась, постоянно его воспитывает, там что-то с него хочет сделать. Так действует женская природа. Если ты набросился на то, чтобы поменять этот мир, то она набросилась на тебя. Почему? Потому что так действует женской природы, ей надо менять мужа. И если мужчина как бы смиренно себя ведет, он согласен, что она его меняет, жена, тогда в семье наступает гармония. Но женщине нужно иметь одну зону, в которую она не должна лезть. Хоть и женщина везде хочет залезть. У нее такая природа. Женщина по природе в санскрите называется женщина словом стри. Означает, что женщина всегда и везде хочет везде засунуть свой нос. То есть она пытается во всем, что связано с мужем, участвовать, знать, все видеть, понимать. То есть ей надо все знать про своего мужа, про все, что он делает, чем живет, все, 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 все. И если женщина в отношениях с мужем завоевала что-то, назад дороги нет. Например, если муж вот столько-то зарплаты приносит, не дай бог ему приносить на копейку меньше. Это будет капец. Женщина, если что-то взяла в отношениях, назад она уже не возвращает. и все. Ну, то есть она уже к этому привыкает и все, ей уже никак нельзя. Если, допустим, он по дурости взял квартиру, чуть побольше начал жить, назад дороги нет уже, все, меньше квартиры уже быть не может. Так, женщина, или нет? Так. Так устроена женская природа. Это хорошо. Не то, что говорим, что это плохо, это хорошо. Надо мужчинам это знать. И тем более, если мужчина что-то пообещал женщине, это все записывается на скрижале. как священное писание уже, и женщина потом напоминает через пять лет, но ты же обещал. Если женщина что-то пообещала, она говорит, ну я женщина, я пообещала, ну ничего, ничего страшного. Итак, видите, есть большая разница между мужчиной и женщиной, совершенно противоположной. И больше того, следует знать, что проблема заключается в том, что люди искренне думают, что у них должна быть полная гармония с тем человеком, с которым они живут. Это полная иллюзия так думать. Эта гармония возникает в начале отношений только потому, что так устроено в этом мире. Господь сначала самое лучшее в человеке показывает для того, чтобы мы потом могли к этому лучшему прийти уже своими усилиями. Понимаете, проблема заключается в том, что люди искренне верят, что они всегда должны наслаждаться счастьем в отношении с каким-то человеком. А веда объясняет, что человеческая жизнь не предназначена для счастья, она предназначена для знания и изменения, она предназначена для сдачи экзаменов. Человек должен сначала сдать экзамен своей жизни, а потом быть счастливым. Но для того, чтобы людей притянуть друг к другу, поэтому и существует вот эта сила, которая открывает в близком человеке все самое лучшее сначала. Самое лучшее. И больше того, открывается также счастливая судьба, человек начинает видеть будущее хорошее, совместное. У человека появляется очень много сил, энергии, когда он видит того человека, с которым он должен жить. Это не значит, что дальше только на один светлый путь. Все сказки о чем говорят? Сначала они добивались друг друга, замочили Кощея Бессмертного, наказали бабку-ежку. Всем, короче, всех разогнали, потом дальше встретились, сыграли свадьбу, а дальше что в сказке говорится? Стали жить, поживать, добра наживать. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец, потому что дальше сказка заканчивается, начинается жизнь, понимаете? И некоторые люди думают, что только для сказки надо жить, а не видят вот в этой жизни только вот эту встречу, понимаете? Вот это вот, вот это чувство счастья необыкновенного, думают, вот всегда так должно быть. Это полная иллюзия об этом думать, потому что жизнь предназначена для сдачи экзаменов и подтверждения этому то, что мужчина не может переваривать вообще ни на йоту женский характер, а женщина ни на йоту не может переваривать мужской. Женщина не терпит грубость, женщина вообще не терпит невнимательность в человеке, женщина не терпит упёртость в одном направлении, Женщина не терпит демагогию, когда что-то свое там гонит. Так это и есть естественные мужские качества. Мужчина по природе однонаправленный, он грубоватый по природе, он постоянно толкает демагогию. Он не может отказаться от своей логики, своих суждений, это для него основа жизни. Мужчина по природе невнимательный, ему очень трудно сосредоточиться на мелочах. А женщина не может терпеть, как ты, почему ты не заметил вообще? Я уже неделю в этом платье хожу. Ты говоришь, что ты сегодня в новом платье? Ты меня-то видишь вообще, нет? Как есть такой анекдот. Жена надела противогаз такая в отчаянии, подошла к мужу, говорит, как я тебе? Он говорит, что брови выщипала что ли? Ну так, шутка такая уже, утреванная такая уже ситуация, утреванная уже. Потому что мужчина в целом видит красоту от женщины, идет красота. У него размывается как бы сознание, когда он на нее смотрит. Не может сконцентрироваться конкретно от чего она идет, ему очень трудно как бы это понять. Он в целом как бы вот ведет красота. У женщины очень внимательное сознание, она все отмечает. И особенно недостатки мужа сильно отмечает. И потом очень трудно ей это забыть. Она вспоминает их. А мужчина наоборот не склонен замечать недостатки женщины. Он ее считает идеалом во всем. И когда вдруг женщина оказывается не идеал, он делает ей замечание, говорит, «Да что это, почему ты так вдруг себя повела?» Удивленно ей говорит. И она ему говорит, «Кто бы говорил?» И у нее дальше срабатывает вот этот хард диск, который там копил, копил вот эту всю память. Он начинает выдавать ему со скоростью света там, «Тогда-то ты так поступил, а-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да». И он «Ту-у-у!» И все, уходит. Не может вытерпеть такого ответа. Ну, то есть, видите, женщина по природе очень эмоциональна, а мужчине вообще невозможно терпеть эмоции, ему очень трудно терпеть эмоции. Женщине надо постоянно близкие отношения строить, а мужчина устает от близких отношений. Ему трудно строить постоянно близкие отношения, он устает от них. Женщина по природе склонна разговаривать о том, как правильно жить, как ей жить, то есть, она хочет все обсуждать, что связано с ней. А мужчине это очень трудно слушать, потому что мужчина соткан из постулатов, а женщина из чувства соткана, она говорит, мне не надо твои эти выкладки, ты просто послушай меня. То есть, ее цель успокоиться, то есть, она мужу что-то говорит для того, чтобы ей стало легче. Она говорит, ты послушай, просто послушай и соглашай, кивай что-нибудь, как-нибудь себя веди, чтобы мне стало легче. Она хочет выговориться, ему как бы рассказать, что ей не на душе. А мужчина думает, что она ему говорит, чтобы он ей дал инструкции, как жить. Она говорит, мне не нужны твои инструкции, просто слушай. И он такой плюет, говорит, да иди ты тогда, я не знаю, что мне надо делать сейчас. Знакомая ситуация? Видите, мужчине и женщине друг с другом очень трудно. Они совершенно разные. И поэтому, когда мужчина с женщиной в этот период наслаждения друг другом заканчивается, он длится максимум три года, с этого момента начинается жизнь. То есть люди начинают чесать лепу и думать, а что делать-то теперь, мы какие-то несовместимые. Начинают ходить к астрологам, и эти астрологи тоже им говорят, да-да-да-да, вы несовместимые. И кроме того, у вас еще три брака, а это первый, значит тогда вообще все плохо. Понимаете, то есть много проблем из-за этого возникает, за то, что люди очень доверчивые, они верят чаще всего в то, что они чувствуют. Люди чувствуют, что им трудно друг с другом жить и начинают слушать всяких друзей, знакомых. Мама чаще всего тоже видит, доченька опечалилась. Она говорит, может это не твой человек. Доченька говорит, да, я тоже так думаю, наверное не мой. И все, и все идет к разводу в результате. Почему? Потому что люди не понимают, что жизнь предназначена для того, чтобы трудиться над отношениями. И веда даже объясняет, что такое любовь. Вот большинство людей вообще не понимают, что такое любовь. Например, вот девушка сейчас мне перед лекцией задала вопрос. Говорит, Олег Динатьевич, я не люблю этого человека. То есть, что ты имеешь в виду под этим словом не люблю? Она имеет только одну вещь, что меня от него не прет. Ну нет балдежа. То есть, я как бы, часто женщины, они как бы смотрят, люблю, не люблю. Они как раз дотронулась и смотрят, хорошо или нет. Вот меня, допустим, гладит, мне хорошо или нет. Нет, все, тогда нет любви. Знаете, все это хорошо или нет, это все возникает немножко по-другому, не как вы думаете. Часто люди думают, что вот эта любовь возникает только в результате вот этого естественного контакта. Люди должны чувствовать кайф друг от друга, тогда любовь. Но этот кайф заканчивается через три года по-любому. Люди устают друг от друга, понимаете? Даже мед самый вкусный башкирский, и то надоедает. Согласны? Нет? Нет. Башкирский мед никогда не надоедает, Олег Геннадьевич. Это оскорбление. Как я в этом... Я на Украине читал семинар по... А, была передача украинская. Все правильно, башкирский мед не надоедает, согласен. Так вот, согласен, согласен. Я сейчас просто вам расскажу. Мне была передача на Украине по вегетарианству, и мне ведущий подошел на полном серьезе, говорит, Олег Геннадьевич, только про сало ни слова. Про сало ни слова. Я завершил... Доспустил ошибку, простите. Самый вкусный на земле мед, правда, это башкирский. Я распробовал, мне уже дарили. Я попробовал, сравнил. Но если только один мед есть башкирский, все равно надоедет. Вот больше ничего не есть, только один мед, все равно надоедет. Правильно? Потому что все в этом мире надоедает. Хоть что надоедает, понимаете? И вот с одной женой живешь, там, ладно, мед. С одной женой живешь много лет. Представляете? Одна и та же жена много лет. Надоедает. Вот правда, надоедает. Человек уже, как бы, он хочет наслаждаться от всего одно и то же. Нужно какое-то разнообразие. Поэтому современные, как бы, психологи, они говорят, а ты гульни, гульни куда-нибудь, сходи, вот, и тебе станет уже разнообразнее жить. Почему они так говорят? Потому что они не знают, что такое любовь. У них нет даже идеи о том, что такое любовь на самом деле. Веда объясняет, что любовь, она совсем движется в другом направлении. Люди думают, что любовь означает балдеть от человека. А веды объясняют, что любовь это не балдеть от человека, а отдавать ему свое служение. Есть три стадии этой любви. Первая стадия означает, что ты служишь человеку искренне и получаешь в ответ от него благодарность. Когда ты благодарность получаешь в результате своей заботы, то вместе с благодарностью приходит к тебе знание о его чистоте, о его чистых чертах характера. В результате ты начинаешь понимать, что с этим человеком можно жить, он хороший. И эта первая стадия называется принятие. Когда человек просто заботится, служить означает делать то, что нужно делать для женщины. И женщине это аскеза. Потому что мужчине, например, аскеза слушать женские эмоции. Мужине аскеза все деньги постоянно отдавать. Мужине аскеза аскетично очень тяжело терпеть вот это вот желание женщины постоянно его контролировать. Это тяжело мужчине, потому что ему хочется свободы, а его тут зажимают. Мужине аскеза находиться долго рядом с женой. Он устает. И так далее, понимаете? Другими словами, совместная жизнь это всегда аскеза. Женщине очень аскетично постоянно мужу соглашаться с ним. Потому что она видит тысячи недостатков к нему и в конце концов знает, что он точно не прав. И при этом надо соглашаться, иначе он с ума сходит. Просто с ума сходит. Понимаете? Потому что мужчине нужно именно женское согласие. Ему не нужна правда. Ему нужно, чтобы она поддержала его в его движении. Потому что мужчина неправдой учится, а ошибками. Вот если у вас, допустим, есть маленький мальчик, ему не надо говорить, что, пожалуйста, не бери горячее. Обожгешься. Понимаете? Это ему ни о чем вообще. Мальчику надо дать горячее, чтобы он обжегся. Главное, чтобы не настолько, чтобы его убить. Поэтому мальчиков как учит, допустим, вентилятор, он палец сует, он не может успокоиться. Ему надо понять, что это такое. Поэтому надо выключить вентилятор и сказать, суй. Когда он крутится, не на скорости уже, без силы, без мощности. И он сует, бам, ему по пальцам. Все, он понял. Получил знание. Вот девочке, если так сделать, она на всю жизнь это запомнит. А мальчик, он будет рад. Он потом всем будет рассказывать. Я туда сувал руку так, больно, знаешь. То есть мальчик, он, понимаете, он через ошибки познает мир. Поэтому ему надо дать возможность ошибаться. Мужчина, допустим, работает не там, где надо. Ну пусть он обломается там. Ему это надо обязательно для жизни. А женщина думает, ему очень важно не обламываться. Так он не будет развиваться тогда, как мужчина. Я вам приведу пример. У меня есть один знакомый, мужчина. Он, я говорю, как ты отдыхаешь вообще? Вот слушайте, как он отдыхает. Он говорит, я люблю бороться. Он мастер спорта по борьбе. Он говорит, я люблю бороться. Я говорю, когда отдых-то наступает в этой борьбе? Ты же там мучаешься. Он говорит, знаешь, когда? Вот когда меня заломают, делают как бы удержание. То есть он лежит, а на нем человек лежит. И не дает ему двигаться. И я такой, кричу, говорит. И вот в это время, когда я кричу и переворачиваюсь, я чувствую, классно, я отдыхаю. Вот то есть мужская психика отдыхает в борьбе. Мужчина там морду друг другу побили, классно, отдохнули. Понимаете? То есть поборолись, отдохнули. Ну то есть совсем по-другому. Психика у мужчины устроена. То есть ему нужна борьба, нужна победа, нужны сражения в жизни, нужно как бы, нужно прилагать усилия для того, чтобы быть здоровым. Мужчине, чтобы нормально здоровым быть, нужно спать на твердом, закаливаться постоянно. Ему нужно движение. Если он не будет там спортом заниматься, гири таскать, бегать, допустим, там, йогой заниматься, каким-нибудь спортом, там, теннисом или еще чем-то, он не будет здоровым просто. Потому что здоровье мужчины зависит от движения. Ему нужно движение. Преодолевать какие-то препятствия. Иначе мужчина просто становится больным, если он этого не делает. А женщине для здоровья нужно эмоциональное, эмоциональное счастье. Ей нужно петь, стихи читать, там, писать, танцевать. Понимаете? Что-то делать для эмоций, чтобы эмоции двигались. Если она чувствует движение эмоций, она становится здоровой. Видите, здоровье даже по-разному функционирует. Представьте, если женщина будет рядом с мужчиной петь часик. Он с ума сойдет. Поэтому поймите такую вещь, что вот эта идея концептуальная, что мне надо найти себе такого человека, с которым мне было бы комфортно. Эта идея глупая. Комфорт возникает от служения. Если женщина заботится о мужчине, аскезу совершает, слушаясь его, нежно с ним разговаривает, там и так далее, тогда в этом случае она, получается, создает гармонию, комфортную ситуацию. Мужчина служит женщине, ведет себя очень как с крупким существом, такой как бы, с ней себя ведет так, чтобы она была счастлива, она постоянно капризничает. Это не то, все, это не все. Хорошо, это хорошо так, хорошо. Все время не то, это не то, это не все. Пойдем в кино, хорошо. Нет, в театр, хорошо, в театр. То есть, когда он так себя ведет, женщина, она становится счастливой. Но это аскеза, мужчина устает от такой жизни, но зато он получает любовь. Другими словами, любовь означает самоотверженное служение в семье, отвержение своих принципов внутренних и изучение принципов близкого человека, жить для него. Причем, если говорить о служении, оно всегда состоит из двух стадий. Первая стадия, когда человек служит, он балует человека, дает ему возможность баловаться, а вторая стадия – это учеба. Допустим, вы готовите мужу пищу с любовью, он начинает такой бальяжным быть, такой давай мне то, еще, это я уже не хочу есть, ну, начинает наглеть, короче. И это нормально. Это означает первая стадия любви, а на второй стадии любви нужно его обучать, воспитывать, как правильно себя вести. Если человек служит бескорыстно, по-доброму, тогда у него чувство собственного достоинства в служении крепнет. Такая женщина может сказать, если ты считаешь, что это тебе не нравится, ты просто, мой дорогой, уже зажрался, завтра пойдем в столовку кушать. И идет с ним по-доброму в столовку. Он говорит, слушай, ну я считаю, что все-таки можно и картошку завтра пожарить. Не обязательно делать там что-то такое. Вот. Ну, то есть, другими словами, когда любовь означает также воспитание человека, но опять же с любовью, по-доброму. То есть, любовь означает приближать человека и отдалять, в зависимости от его поведения. Но люди не умеют приближать и отдалять друг друга, потому что их принцип отношений совсем другой. Их принцип отношений основывается на привязанности, означает, что я не служу человеку, а наслаждаюсь им. И поэтому он или рядом нужен со мной, чтобы я им наслаждался, или пошел вон скотина. Ну, то есть, другими словами, люди или до последнего находятся вместе и мучают друг друга, или просто расходятся. А надо как? Нужно постоянно дистанцию, как бы, если чувствуете тяжелая судьба, можно пожить отдельно или поменьше близко общаться какое-то время. И это не является проблемой в близких отношениях у тех людей, которые хотят служить друг другу, а не хотят эксплуатировать друг друга. Это разные принципиально вещи, когда человек может 20 лет поражить человеком близким и не понимать, что он хочет его эксплуатировать и всю жизнь его эксплуатировал. Потому что по факту, если люди служат друг другу, хоть совместимы они, хоть нет, хоть есть у них вредные привычки и неправильное поведение, хоть нет, они все равно в конце концов становятся счастливыми друг другом. И никогда в этом случае не разрушается семья. Никогда человек, когда желает служить близкому человеку, он никогда не ругается с ним. Все ругани возникают только из желания эксплуатировать. Только из этого. Вот что такое ругань? Что мы на ругань-то говорим? Мы доказываем, что мне надо. Мы никогда не думаем о том, что надо человеку. И не понимаем, почему он этого мне дать не может. Это есть вполне серьезная причина всегда, которую мы не хотим понимать, к сожалению. Поэтому мы друг друга не видим в отношениях. Понимаете, проблема заключается в том, что когда мужчина, женщина встречается, тогда эгоизм человека возрастает многократно. Когда я начинаю чувствовать счастье от кого-то, то от этого крышу кроет. И человек начинает пытаться добиваться своего от другого человека. Наступает трудность. Но в древнем Писании все говорят, что счастье для того, чтобы достичь в отношениях, нужно всегда помнить то, что ты увидел в первый раз от человека. Когда ты первое чувство запомнил на всю жизнь и пытаешься его опять возобновить в своем памяти, в своем сознании, тогда в этом случае твоя совместная жизнь будет успешной. Вот вы сейчас помните характер человека, как вы его первый раз встретили, его взгляд, его походку, его слова, его чувства по отношению к вам. Если вы этого уже не помните, значит, тогда вы уже разрушаете конкретно свои отношения. Потому что самое лучшее в человеке проявляется при первой встрече. А если вы это лучшее уже не помните и не видите, тогда счастья никакого у вас в жизни совместной не будет. Надо это вспоминать, значит. Нужна работа сердцем. Но об этом мы сейчас еще чуть-чуть попозже поговорим. У нас до полдесятого, да? Или до десяти лекций? До десяти. Утро. Утро. Вот теперь послушайте это чувство первое, которое возникает. Это очень важно помнить, вспомнить, потому что именно на этом основано восстановление отношений. Если вы человека вспомните таким, какой он был первый раз, то вы самую суть его узнаете, самое главное в нем узнаете и сможете дальше восстановить отношения. то, что будет дней хороших очень много в моей судьбе. Вливаются дорогу, наши две тропы. Человек все это чувствует, понимаете, у него сердце, его сердце, его внутреннее, вот здесь, что в сердце находится, соединяется с сердцем другого человека. Между ними возникает нить незримая. Нить незримая. Эта нить незримая должна быть чистой, понимаете, она с самого начала чистая, потому что мы ее не загрязняли. Поэтому ты, когда глаза закрываешь, видишь чистоту. Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу пение птиц в твоих словах. Понимаете, то есть ты видишь чистоту в человеке, потому что ты не загрязнил еще отношения. Но в процессе жизни мы загрязняем эти отношения. И поэтому для чего нужна внутренняя жизнь? Что такое внутренняя жизнь? Это когда ты очищаешь вот эту нить незримую, очищаешь отношения с человеком с помощью святости или чистой энергии, который ты должен в жизни иметь. Человек должен иметь в своей жизни отношения или со святым человеком, пускай это на иконе будет, или он должен со святым местом иметь отношения, чтобы чистоту эту получать, душевную, чистоту души. В святых местах, от святых людей, от Священного Писания это чистоты души исходит. И вера, что такое вера? означает чувствовать эту чистоту. Для того, чтобы от святого человека чистоту почувствовать, нужно ему поклоняться, кланяться, то есть имеется в виду, что он где-то изображение его есть, там Святой Пантелеймон или еще кто-то, но человек кланяться ему. Если, допустим, вы мусульмане, вам нельзя кланяться изображению, тогда есть Священное Писание или Святое Имя Бога, понимаете? И ты можешь кланяться ему, и тогда ты будешь иметь эту чистоту в своей жизни в отношениях с человеком, когда ты свое сердце настроишь на чистый лад, когда ты вот эту нить незримую, эту связь с человеком сможешь очистить, и тогда потом в отношениях с ним уже не будет руганий. Ты когда в сердце настроил правильно, тогда ты можешь потом с ним уже разговаривая, точно знать, что он все равно тебя рано или поздно поймет, у тебя есть чувство, что все хорошо будет в отношениях. Важную вещь, что для того, чтобы отношения с человеком строить, всегда нужна какая-то дополнительная сила, потому что всегда в отношениях один человек дает любовь, дает, другой берет. И когда мы берем любовь, тогда мы часто становимся эгоистичными. Допустим, ты начинаешь служить близкому человеку, и часто люди даже говорят, Олег Геннадьевич, я даже не хочу начинать, потому что я знаю, что он обнаглеет. Ну то есть это нормально, понимаете? Благодарность все равно остается в сердце, ее никуда не денешь. Она просто может скрываться человеком. Но когда ты, допустим, дистанцию начинаешь создавать, эта благодарность наружу выходит, и человек понимает, как правильно тогда действовать. Но, понимаете, есть одна большая проблема, которую люди сейчас вообще не понимают. Эта проблема заключается в том, что люди счастья и сил ждут друг от друга. Вот это вот очень большая проблема. Близкий человек не может дать ни счастья, ни сил. Он требует и счастья, и сил. Он нуждающийся в этом. И поэтому, если мы даем человеку настроено давать счастье ему и силы, тогда в ответ придет благодарность, и все вернется назад через эту благодарность. Понимаете, о чем я говорю? Одно дело мы ждем, и ничего не дождемся, а другое дело мы прикладываем усилия и получаем. Например, мужчина хочет, чтобы женщина была послушной. Но послушание — это не женская природа. Нет ни одной послушной женщины на земле. Ну где вот? Кто считает, что это женская природа быть послушной? Поднимите. Вы считаете, да? Хорошо. Давайте проведем эксперимент. Равняйтесь. Смирно. Вот представьте себе женщину. Равняйся она вот так вот. Как женщина делает это? Равняйся. Смирно. Вольно. Ну то есть она не любит, когда над ней командует. Правда ведь? Или нет? А? Если просят, вы послушаетесь? Все зависит от того, как вас спросят. Попытайтесь это понять. Женщина непослушна по природе. Она независима по природе. Поэтому две женщины не могут ужиться в одной квартире. Но 40 мужчин могут. Казарма это 40 мужчин. Они все живут в одной квартире, в одном месте. И они все нормально, спокойно, себя комфортно чувствуют. Но две женщины никогда. Они мозги друг к другу вынесут. Понимаете? На одной жилплощади. Знаете почему? Потому что женщина непокорна по природе. Она независима и непокорна по природе. Вернее, зависима, но непокорна. Так вот, знайте, что женщина, она становится очень послушной, если к ней относиться внимательно и с уважением. Ну, то есть, вот женщина по природе непослушна. Но если вести себя с ней очень деликатно, она застывает и становится очень послушной в результате. Она готова со всем соглашаться в результате. Просто из-за правильного воздействия мужчины. То есть, другими словами, когда мужчина начинает влиять на женщину вот этой своей энергией послушания, то есть, у мужчины есть энергия послушания. Она из чего состоит? Она состоит из мужского желания слушать свою жену, знать ее точку зрения, как она считает. Когда женщина видит, что мужчина интересуется ее точкой зрения, ее пониманием вещей, хотя мужчине, в принципе, это не надо. Мужчина всегда считает, что он сам все знает. У него так природа соткана. Но он просто из-за деликатности, из-за смирения своего, он просто интересуется мнением женщины, то в этот момент женщина становится очень послушной. и она готова принимать характер мужа и его условия жизни. Правильно женщина или нет? С другой стороны, если мужчина не хочет ее слушать, не принимает ее как личность, не обращает на нее внимание, она бунтовать начинает, она не может его рядом с собой терпеть, она начинает кромсать его психически, капризничать и искать в нем недостатки. Понятно? То есть послушание — это не женская энергия, это мужская. И мужчина очень сильно хочет, чтобы женщина слушалась, потому что каждый человек нуждается больше всего именно в своей энергии, прежде всего, а не в чужой. То же самое, смотрите, нежность, ласка и заботливость — это не мужская энергия, это женская энергия. И когда женщина ведет себя нежно, ласково и заботливо с мужчиной, то он ей отражает назад эту энергию и становится нежным, ласковым и заботливым. Хотя мужчина по природе не нежный, не ласковый и не заботливый. Он по природе грубый, наоборот. Видите, каждому человеку прежде всего хочется статуса-кво, женщине хочется своей же энергии, ей хочется ласки, заботливости и нежности. Мужчине хочется послушания, чтобы женщина всегда соглашалась с ним, послушалась его, а это мужская энергия. Это мужчина вот так вот ему говорят, «Боевое задание такое-то, сделать то-то, то-то, то-то». Он «Да, да, 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 есть! Пошел!» Ну, она же бедную палок услышала. Спасибо, извините. Через 10 минут наше время истекает. Да, хорошо. Ну, ладно. В общем, смотрите, веды объясняют, что единственный способ вылечить, восстановить отношения, это внутренняя жизнь. Когда вот эту нить незримую мы воссоздаем в своем сердце с помощью деятельности разума. Если ум постоянно ищет чего-то новенького, то разум, он развивается, долбя в одну точку. Да, человек повторяет одно и то же. Он все глубже, 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 глубже проникает в эту тему. И в древней культуре существуют определенные методы победы над судьбой. Эти методы основаны на деятельности разума. И большинство людей современных просто не понимаем их. И поэтому я вам предлагаю сейчас начать пробовать эти методики с древних, как бы, идут древних времен в нашу жизнь. И метод такой, он очень простой. Нужно сделать следующее. Смотрите. То есть надо слушать голос человека, который молится. Сейчас будет петься кусульманская молитва. Вы согласны все? Согласны. Сейчас будет петься мусульманская молитва. Надо слушать голос этого человека, который молится. И в его же настроении, в его настроении повторять «Я желаю всем счастья». Мы не будем повторять эту молитву, потому что у нас разные могут веры. Но если мы повторяем «Я желаю всем счастья», то это для всех одинаково. Теперь смотрите, есть большая разница. Если человек, мы об этом еще на следующих лекциях будем говорить, сегодня просто попробуем. Если человек повторяет «Я желаю всем счастья» от себя, он не может победить судьбу. Надо повторять от того, чей звук ты слышишь. Тогда ты становишься проводником энергии счастья. И через себя протекает та сила, которую ты можешь отдавать. Но если ты, допустим, «Я желаю всем счастья», от себя это делаешь, тогда у тебя сила быстро заканчивается. Понимаете? Одно дело от себя, быстро все заканчивается. Другое дело получать энергию, отдавать, получать, отдавать. Получается замкнутая такая система. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...